Всем привет! Меня зовут Кирилл, вы на канале Автоостров. Сегодня поговорим о том, на что тратится мощность двигателя и как сэкономить топливо. А вы знаете, от чего зависит расход топлива? Только не надо мне рассказывать такой вот длинный список. Нужно сказать одним предложением. Итак, если попробовать выразиться одним предложением, то расход топлива зависит от количества, затраченное двигателем, энергии. При сгорании топлива в двигателе выделяется определенное количество энергии. Эта энергия расходуется на различные нужды, про которые сейчас подробно я расскажу. Всего будет 5 пунктов. Первый пункт – это потери, связанные с эффективностью работы двигателя и трансмиссии в целом. Как вы знаете, любое техническое изделие имеет так называемый КПД, то есть эффективность своей работы. Например, если КПД двигателя составляет 50%, это значит, что половина энергии уходит никуда, то есть на тепло, на трение и так далее. Для того, чтобы сэкономить топливо по этому пункту, необходимо, чтобы двигатель и трансмиссия работали в нормальных эксплуатационных условиях. Например, если в двигателе будет недостаточный уровень масла, то двигатель будет тратить энергию на трение. Также в автомобиль должны быть залиты все необходимые технические жидкости, например, охлаждающие. Одним словом, требуется следить за техническим состоянием автомобиля, чтобы все работало нормально, он был полностью обслужен, и вы ездили без каких-либо ошибок. Например, если вы будете ездить с ошибкой лямбда-зонда на приборной панели, то у вас сразу же увеличится расход топлива. Если вы хотите узнать почему, то у нас на канале есть отдельный ролик про лямбда-зонд, ссылочка будет в описании. Итак, при правильной эксплуатации по первому пункту можно сэкономить до 5% топлива. Второй пункт потерь энергии связан с дополнительными потребителями энергии. Например, мощные аудиосистемы, какие-то фары, может быть, я не знаю, там, кондиционер, холодильник, некоторые ставят даже чайник. Понятно, что если исключить вот этих всех потребителей энергии, то можно снизить расход топлива, и по этому пункту можно сэкономить до 5%. Дальше все пункты по расходу энергии будут связаны с движением автомобиля. Третий пункт – это аэродинамические потери. Дело в том, что сила сопротивления воздуха зависит от квадрата скорости. Поэтому если вы движетесь на скоростях больше 120-130 км в час, то резко возрастает сила сопротивления воздуха. Также, если на автомобиль установлен неграмотный обвес, какие-то юбки колхозные, какой-то неправильный спойлер, то это также может повысить расход топлива. Хотя, если спойлер установлен грамотно, то можно и сэкономить топливо. Но про это будет отдельный ролик. К этому пункту относятся и открытые форточки, езда с открытым люком. Даже если вы просто высунули руку во время движения, то это также негативно сказывается на расходе топлива. Итого, по этому пункту можно сэкономить до 5% топлива. Хотя, если вы едете на больших скоростях, больше 120-130 км в час, то расход топлива поднимется на 20-30%. Четвертый пункт связан с силой сопротивления к качению. Простым языком это значит, для того, чтобы двигать автомобиль, необходимо прикладывать какое-то усилие. Оно зависит от типа поверхности. Если вы ездите по твердым грунтам, то расход энергии по этому пункту будет меньше, чем если вы будете ездить по каким-то пескам, болотам и так далее. К этому пункту также относится степень накаченности шин. Понятно, что если у вас подспущены колеса, то это увеличивает расход топлива. Немаловажным фактором является протектор шин, поскольку есть специальный протектор для бездорожья и специальный протектор для гоночных трасс, к примеру. Поэтому, если вы будете ездить на таких деревянных шинах больших, которые предназначены для бездорожья по трассам, то вы тоже увеличите расход топлива. Пятый пункт связан с расходами на ускорение. То есть, чем быстрее вы ускоряетесь, тем больше энергии тратит двигатель. Вывод такой. Если мы плавно разгоняемся, то мы меньше тратим энергии и меньше расход топлива. Это были основные пункты, по которым можно сэкономить топливо. Поэтому, если я что-то не рассказал, или вы что-то встретите в литературе, на ютубе, то это все равно можно отнести к одному из пяти вышеперечисленных пунктов. Надеюсь, это видео было вам полезным. Обязательно ставьте лайки, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на наш канал. Меня зовут Кирилл. Всего вам доброго. До новых встреч. Продолжение следует...